МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Чувствовать себя в безопасности и жить в комфорте". Основное желание человека, который стоит практически в самом начале пирамиды Маслоу. Если хотите узнать, как создается уют, то вы по адресу. В эфире программа Вектор Комфорта. С вами Рифат Подкулин. Коротко о главном. Три города Чувашии участвуют во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений 2020 года. Да будет газ. В Чебоксарское заволжье скоро придет голубое топливо. Достройка проблемных объектов. Что ждать дольщикам? Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях это уникальная возможность для муниципальных образований привлечь ощутимые дополнительные средства на благоустройство. Малый город – это город с численностью населения до 100 тысяч человек. В России таких примерно 900. В них живут 20 миллионов россиян. Это 15% населения нашей страны. От Чувашии в этом году в конкурсе участвуют три города. Это АллатРь, Канаш и Мариинский посад. Сейчас заявки отправлены в федеральную комиссию. До 1 марта выберут те проекты, которые возможно реализовать в 2020-2021 годах. А в сентябре начнется отбор проектов на 2021-2022 годы. Победа в конкурсе позволяет преобразить город и реализовать яркие и уникальные проекты. В этом году было подано 300 заявок. Победителями будет объявлено 80 городов в четырех номинациях. То есть шансы где-то 3-4 города борются за одно место. Требования к самим проектам из года в год растут. Это вопрос уже касается не только визуализации. Это касается не только подготовки дизайна самого макета. Это касается не только оформления и проработки. Необходимо сейчас уже проводить социокультурные исследования. Необходимо проводить экономические расчеты. Необходимо проводить так называемую синхронизацию ведомственную. Это требует работы не одного архитектора. Это требует работы определенного коллектива. Весной прошлого года Ядрин стал одним из победителей Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Теперь на воплощение своих идей он получит 40 миллионов рублей. И еще 10 миллионов добавит республиканский бюджет. Ядрин – небольшой городок с населением 8,5 тысяч человек. Был основан в 1590 году. В разное время здесь жили довольно богатые и известные люди. Среди них купцы и меценаты Таланцевы, актер Мордвинов, доктор медицинских наук Константин Волков и тюрколог Ашмарин. История буквально на каждом шагу. Сохранить местный колорит, очарование старины и в то же время сделать город более комфортным и современным – так представляют себе конечный результат и жители, и муниципальные власти. Многие, наверное, даже не сразу поверили, не сразу поняли, как такое возможно, что один небольшой город и самый первый в республике победил. Он представляет из себя, богословица части исторической улицы, это улица Комсомольская, в пределах трех городских кварталов, это порядка 600 метров. Но эта территория, она преображается, становится садосторонним движением, полностью преображается и инфраструктура. Красочная иллюминация, посветка зданий, дома с мезонином, новые торговые павильоны в едином стиле и широкие тротуары – сделают прогулки куда приятнее. Обретет новый облик и станет гордостью Ядрина и площадь Победы. В год 75-летия Великой Победы – это как нельзя кстати. Там появятся такие уникальные покрытия, уникальные мафы, уникальные ядра, связанные с нашим городом, и появятся древо жизни. Они выходят на набережную и символизируют то, что от прошлого в будущее. Главная проблема всех малых городов России – отток населения. Ядрин не исключение, но здесь уверены – тенденцию можно переломить. Помимо эстетического, от проекта ожидают и экономический эффект. В торговых точках, которые здесь откроются, создадут рабочие места. Проект выполнен, экспертизу прошел, контракт заключен, нашелся подрядчик. И вот они должны до сентября месяца выполнить этот проект. У нас единственная задача – это все-таки улучшить качество жизни в этих городах, чтобы народ не уезжал из этих городов. Тем более, на сегодняшний момент, если брать все это, развитие цифровой технологии, можно работать в шикарных местах, типа того же Ядрена, а работать практически на любую точку мира. Ну и вот, я думаю, цель такая, чтобы уровень был такой, чтобы молодые люди не ехали в крупные города, а оставались там и родились, и приносили пользу своему городу по максимуму. Число конкурсантов растет, а главное – к людям приходит понимание. Именно от их участия зависит, каким родной город будет завтра. Территория повышенного внимания. Газификация поселков, в которых никогда не было голубого топлива – ближайшее будущее Заволжья. Его с нетерпением ждут местные жители. Насколько оно близко – смотрите далее. Метр за метром инженеры прокладывают дорогу к голубому топливу. Работы здесь начались еще осенью 2019-го. Это стало возможным благодаря программе газификации регионов России. В Заволжье проложат 52 километра труб, из которых 31 пройдет по Чувашии и 21 по республике Мариел. Планируется газифицировать 2472 домовладения и 5 котельных. До Северного дойдут в этом году. Да, да. Обязательно в порядке. С приходом газа жизнь в Заволжье кардинально изменится. Голубое топливо получат и социальные объекты, в числе которых школы и детские сады, санатории и больницы. Территория станет более привлекательной для инвесторов, ведь отсутствие газа было серьезной преградой для развития. Ну, Чуваша сколько еще? 8-10? А там параллельно будут работы вестись. А, то есть вы и там начнете? Они могут и там, и там работать. А когда начнете? Сейчас Чазвеневс на эту сторону перекинули. А здесь сейчас придет расчистка полосы. Как полоса будет готова, расчищена. Туда пойдут. Кто туда переставит? Сами-то вас правильно говорят? Да, да, да. Плюс освобождается по всей России там звенья. Ну, то есть как техника освобождается, люди, соответственно, объект ставят сейчас уже. Трубы прочные, рассчитанные на максимальное давление, уверяет подрядчик. Трубопровод из 52 километров состоит из стального участка и полиэтиленового. Стальной участок полностью из стальной трубы в экструдированном полиэтилене в трехслойной изоляции, что дает долговечность эксплуатации данного трубопровода. Альтернативный вид топлива здесь ждали много лет. К сожалению, от желания и доисполнения время проходит, но тем не менее, факт совершается. Программа газификации регионов России, наш объект включен и подряд на организацию приступила 26 ноября. О скорости и о качестве строительства даже вопросов нет абсолютно. Мы, наверное, каждую неделю посещаем этот объект, смотрим, в последующем году благоустроить территорию. И задача остается уже сторона Мариел, строительство газопровода отвода и подача газа непосредственно потребителям заводской территории. Сварочные работы на линейной части завершатся к 2021 году. С июля прошлого года застройщики стали работать по новым правилам через эскройщита. Так требуют новые законодательства. В настоящее время в Чувашии в едином реестре проблемных объектов числится 11 долгостроев, 6 из которых включены в него недавно, благодаря инициативе республиканского Минстроя. При этом в Минстрое Чувашии подчеркивают, включение многоэтажек в реестр не повод для беспокойства дольщиков. Признание проблемным это не означает, что стройка сегодня остановилась и людям нужно задумываться, что же делать дальше. Нет, на самом деле это сделано для того, чтобы не только в текущем режиме наблюдать за ситуацией на объекте, но и взять под особый контроль ситуацию по данным объектам на уровне республики, а также на уровне Российской Федерации. Договор для его части является гарантом того, что это жилевое помещение в любом случае закреплено за дольщиком и оно никуда не пропадет. Соответственно, сегодня вопрос стоит о достройке объектов и, соответственно, передаче готового жилья дольщикам. По новым правилам долевого строительства, деньги покупателей квартиры хранятся в банках на специальных счетах. Так безопаснее. Именно банк выступает гарантом того, покупатели получат готовые квартиры, либо им вернут деньги в полном объеме. В соответствии с законодательством теперь строится 40 объектов, а это почти 340 тысяч квадратных метров жилья. Но остались дома, которые достраиваются по прежним нормативным актом. Более 500 тысяч квадратных метров жилья. Новые правила на рынке долевого строительства упростили процесс признания стройки проблемной. Если раньше это зависело от того, ведутся ли работы на стройке или нет, то сейчас это делается уже в автоматическом режиме. В случае, если у застройщика по каким-то техническим, возможно, финансовым проблемам перенеслись сроки строительства или передачи квартир более чем на 6 месяцев, то это является автоматическим основанием для включения объектов в реестр проблемных. Независимо от финансового положения, независимо от технического состояния готовности объектов. Второй критерий – это признание застройщика банкротом. Это тоже одно из оснований, если даже сроки не стекли передачи, если в отношении застройщика вводится процедура банкротства, то это тоже является основанием для включения объекта в единый реестр проблемных объектов. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» ведется масштабная работа по введению проблемных объектов долевого строительства в строй действующих. Чувашия в числе первых регионов России создала Фонд защиты правдольщиков. В декабре прошлого года между Федеральным фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства и Республиканским фондом подписано соглашение о выделении финансирования в размере 380 миллионов 600 тысяч рублей на достройку двух проблемных объектов компании «Победа» и «Кратонстрой». Благодаря выделенным средствам дома планируется достроить до конца этого года. С начала 2019 года в эксплуатацию было введено 14 объектов со сорванными сроками сдачи. Новое жилье получили более 2000 участников долевого строительства. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин